Всем здорова, с вами Эдвин и мы снова в клубе Респект Фит и сегодня я хотел бы рассмотрительское упражнение на грудь. Я буду делать элемент жима и разводки гантелей. Сейчас я продемонстрирую, как это делается, потому что помимо основного жима штанги лежа или под наклоном, нужно прорабатывать также всю область груди, не только верх или определенную часть грудных. В данном упражнении я продемонстрирую, как проработать верх груди и внутренняя часть груди и сейчас объясню почему. Это упражнение я рекомендую делать после базового упражнения жима штанги лежа или гантелей лежа. Фишка этого упражнения в том, что мы помимо основной разводки делаем подворот кистями, что включает нашу внутреннюю часть груди. Помимо того, что мы делаем это под наклоном, это задействует верхнюю часть груди. Очень важно в негативной фазе, то есть когда мы опускаем, делать движение медленнее, тогда вы очень хорошо сможете расстановить все свои волокна и не травмироваться. Ну и второе упражнение, как я и обещал, будет на мышце плечей, дель. Всем известно, что дельтовидных мышц у нас трипочка, передний, средний и задний. Я бы сейчас продемонстрирую упражнение, точнее это даже не упражнение, я бы сказал это суперсет, но я просто предпочитаю его делать, потому что я считаю, что он очень эффективный. Это всеми любимые махи, стороны и вперед, фронтальные. Только я делаю их в упоре, чтобы исключить движение корпуса, отталкивание ногами и прочего читинга, скажем так. Как вы заметили, я делал непростые махи, то есть поочередно я делал один мах боковой, один фронтальный. Я считаю, что это очень хорошо нагружает оба пучка Д, конкретно передний и средний. Для начинающих, конечно, рекомендую, можно делать это в суперсет, но по очереди. Сначала вы делаете боковые махи, затем вы делаете фронтальные, но для, скажем, уже знающих ребят, рекомендую именно делать такую вариацию, то есть один боковой, другой фронтальный. В боковых махах вам нужно как можно выше поднимать локоть, то есть кисти у нас находятся внизу, а локти мы тянем вверх. В этом случае мы создаем максимальное напряжение для наших плеч. Во фронтальных махах, если вы видели, я немножко поднимаю, то есть опускаю плечо-лочевую часть руки вниз, а локоть поднимаю вверх. Опять же, для того, чтобы создать максимальное усилие для плечей. В этом видео я вам показал два упражнения на прокачку плечей и грудных. Это достаточно интересные упражнения, можете использовать их в своем арсенале тренировочном. А в следующем видео я покажу еще два-три интересных упражнения на другие или эту же группу вниз. А пока что всем спорта, качайтесь, пока! Субтитры сделал DimaTorzok